оттену фильтр потому что я ведь немножко ну как немножко очень и пуши не стесняюсь так ты наверно получит а я выгляжу а если мой любимый фильтр это вообще будет бомба вот не видно моих синяков ужасных всем привет привет здоровье здоровье так скажем немножко не а из я вчера должна была выписаться но ой вчера сегодня завтра господи но меня оставили пока до понедельника а там уже будет видно спасибо большое очень приятно спасибо спасибо прям это самый такой знаете интригующий вопрос сколько килограмм родился малыш и какой у него рост малыш родился большой большой но для моего роста и для моего телосложения совсем скоро я уже вам сообщу вес и рост и сделаю это немножко знаете в такой игре чтобы было интересно папа малыша не видел к сожалению ситуация с ковидом не дает нам возможности увидеться хотя изначально у меня здесь палата двухкомнатная я думаю то что будет приезжайте папа и софия но к сожалению очень хорошо выглядишь это я делаю фильтр для того чтобы скрыть свои синяки под глазами если честно до родов я последние недели спала очень плохо не мучила и жога я просыпалась бегать в туалет то сейчас и я не сплю потому что вторые роды и я запомню навсегда и все эти больные моменты тоже настоящая женщина спасибо я сейчас подкрасиваю признаюсь контур губ потому что выдержу я но лично для себя не очень еще вот эти вот ночнушки до роддомовские кто рожал тот поймет мне кажется все не спят но может быть не я кстати на малыша вообще не жалуюсь он огромный молодец покушает и спит покушает и спит немножко по хриф покряхтит и опять спит прямо на на радость маме тут фу господи поздравляю спасибо большое спасибо красавец ты молодец спасибо честно но как бы здесь никакого героизма нет но я сейчас знаете могу немножко рассказать вам как все происходило на самом деле мне многие говорили что вторая беременность проходит посложнее и роды посложнее и только одна дерябина мне сказала что слушай там моя сеструха рожала офигела то что не надейся на хорошие будет больно ну и действительно было сложно хотя я думаю если бы малышок был маленький ну как бы я бы хорошо родила и слава богу что я родила на тридцать седьмой неделе и четыре до вроде дня я писала в stories у себя потому что ну представляете на 40 недели родить он же набирает сейчас в последний месяц дети набирают активно вес растут и мне кажется я бы не разродилась правда кесарево ой господи кесарева ты легла и там через не знаю какое время вышло и все у тебя хорошо не парься даже со что очень изменилась из такой дерзкой девчонки превратилась милую и женственную девушку но как мне здесь по-другому когда у меня здесь вот котеночек лежит например аукает кстати может быть мне придется и выходить с прямого эфира потому что за малышом надо приглядывать приятно на тебя смотреть спасибо большое реально приятно такие получать комментарии во вторые роды было сокращение матки полезные как вспомню девочки это это просто трэш я когда кормлю левой грудью у меня еще этого нету когда я кормлю правой грудью это просто помимо этого у меня на вторые сутки сокращением были каждые два часа я не хотела пить обезболивающее потому что я уже прикармливала малыша молозивом и я не хотела чтобы мы попадали таблетки в организм и я мучилась ну просто это ужас здесь просто еще есть мужчины так что я лучше промолчу у меня вторые роды намного легче прошли на 40 неделю всех по-разному видимо у всех до по-разному я просто рада что я родила раньше чем 40 неделя потому что это для меня было бы вообще очень тяжело ты вообще очень изменилась спасибо большое так так и нужно чтобы были сокращения это хорошо согласна с вами полностью сегодня я была на обследовании меня готовили к выписке и мне сказали что там по-женски по узи у меня все как выразилось врач все лакшери но в одном месте хорошо как говорится в другом не очень ура поздравляем спасибо жужа не кормила грудью только за искусственное кормление твое мнение я тоже хотела искусственно кормить но знаете когда я взяла на руки этого малышонка когда он открыл глазки посмотрел на меня до тебя говорю но я уже здесь работала видимо материнский инстинкт и конечно я хотела бы покормить его просто но я считаю там до двух трех пяти там и так далее лет кормить точно уж не нужно потому что и я еще первую первые роды читала что молоко полезно только в первые полгода а потом это просто ну как бы водичка и издевательство над сиськами так что я думаю что пока вот есть молочко буду кормить это сейчас тоже решается вопрос у меня не очень все хорошо сисьями ну в принципе как я и рожала в первый раз тоже я вышла с роддома у что меня ждало ночью привет из владикавказа очень рада за вас поздравляю спасибо большое спасибо я расскажу вам я же уже сказала что возникли некоторые проблемы в плане груди и в плане там еще в одном но я расскажу уже не здесь потому что ну как здесь мужчина зачем их пугать розыгрыш розыгрыш о кого-то кто-то волнуется да я так как я сделал своему мужу на и себе в принципе подарок такой самый важный в жизни вот я решила в честь этого тоже сделать небольшую раздачу призов для вас я решила подарить вам классные подарки которыми в принципе пользуюсь сама например вот якутских бриллиантах я купила себе вот такой вот браслетик бесконечности кстати к рождению малыша на следующий день родила и я купила вам подарки то есть далее далее я купила офигенную технику я думаю вы ее оцените вам она бутеров будь здоров а вы ее оцените вам она понравится в бузеров также у меня очень много беременящих очень много я уже сделал опрос я поняла что у меня вообще все подписчицы практически беременные и я для вас подготовила подарки виде сумок в роддом таких сумок с которой я приехала и который я пользуюсь и наполнение я согласовывала с этим магазином для того чтобы у них и так было классное наполнение но для своих подписчиц не захотелось знаете чтобы было и мое участие в этом но и также такие маленькие приятности они скажут малышок уже чихает зайка да ты по контракту рожала да я об этом тоже обязательно расскажу напишу почему по контракту но я считаю что именно так надо рожать если есть возможность все будет хорошо спасибо я только подписалась я участвую до условия очень простые нужно подписаться на 86 друзей которые у меня в разделе подписки на которых я лично подписана и все и вы уже автоматом участвуйте вам не надо там сидеть грубо говоря там и ждать прямой эфир вам не надо там быть прямом эфире потому что они будут в принципе в 22 30 проходить до розыгрыш если вы выиграли если вы выполнили условия подписались на 86 моих друзей то вы уже автоматом победитель и мы обязательно вам напишем также прямые эфиры я буду все сохранять так что не переживайте почему же уже не корр не кормила молоком а я откуда знаю почему же уже не кормила молоком вот реально мы как будто с ней лучше подруги а если даже были и знакомы то уж поверьте я бы об этом не говорила о как хорошо спасибо за ответ да просто девчонки подписываемся потому что уже завтра завтра я сделаю уже первый розыгрыш и он будет денежный сразу предупреждаю деньги мы все любим плюс с непонятной нашей ситуации в мире они нам пригодятся ой софия очень ревнует я не знаю если честно что мне с этим делать она даже сказала о том что мам ну ты ребенка там оставляй в больнице с моей домой уже я говорю ну как так это же твой братик но я думаю что это какое-то чье-то влияние не более того но она сама не могла мне так кажется может это ревность действительно очень сильная потому что она прямо и внимание требует и от меня и от мужа и прям переизбыток внимания иногда требует но я буду стараться чтобы мой ребенок ни в чем не нуждался ни один не второе а доставка бесплатная будет доставка будет бесплатная но смотрите бесплатная по россии условия я сделала для других стран следующие либо я вам перевожу деньгами да мы списываемся вы говорите ну да мне деньгами удобно либо если вы действительно хотите подарок именно от меня плюс я там подготовила еще классную штучку очень приятную для каждого кто будет побеждать вот мы просто с вами я вам считаю доставку прихожу на почту и мы ее делим напополам ну и опять таки же если все индивидуально короче так сразу вот наташу какую-то толбояшу убираем из прямого эфира я уже не хочу и не буду позволяет людям писать гадости так да я буду брать материнский капитал у меня есть планы у меня есть планы купить квартиру потому что у меня уже двое детей как мне показала так сказать ой сиси как мне уже показала практика моего первого брака вот надеяться надо только на себя на так что да я сейчас хочу вложиться в квартиру и начать делать ремонт вам кстати будет это интересно что за розыгрыш когда итоги девчонки заходите ко мне на страницу и вот как увидите первый пост с яркими подарками крутыми вот прочитайте все и участвуйте условия очень простые нет никаких вложений никакой вот этой вот ерунды просто нужно подписаться на моих друзей и всем в разделе подписки ни разу не выиграла надеюсь повезет я делаю так скажем крайний такой розыгрыш вот это крайне это в честь того что у меня родился сыночек вот и я надеюсь что я надеюсь короче что все будут выигрывать кто действительно это хочет у нас да практически одинаковые я тоже сына очень хочу дай бог вам сына счастья здоровья малышу и маме от силы сердца поздравляю спасибо большое это будет очень интересно про квартиру я с вами полностью согласна я буду делать но я не могу себе позволить там какую-то супер-пупер квартиру большие квадратные метры на потому что я ее буду покупать самостоятельно но жил жил площадь моих детей должна быть а если не беременна а выпадает сумка в роддом как быть смотрите мы сейчас думаем с иной и на этом моя помощница которая будет вести прямые эфиры да и помогать мне разыгрывать все подарки мы с ней сейчас продумаем как это правильно сделать для того чтобы например до сумки в роддом не выиграл пацан ну грубо говоря да зачем ему сумка в роддом вот наверное это будет как как-то индивидуально среди беременяшек розыгрыша я никакой диеты не придерживаюсь меня здесь кормят на убой я вообще вам скажу что цкб это просто потрясающий роддом потрясающие врачи екатерину викторовну я очень просто обожаю если я захочу рожать вот я приду обратно к ней потому что благодаря ей я считаю что мои роды прошли очень хорошо и я как женщина там осталась цела и невредима два раза рожала два раза счастливая но вот у меня также много беременяшек согласны именно поэтому я думаю сумки в роддом и придумаем как разыграть для того чтобы других не не получили и не расстроились хотя там очень классные классный сбор действительно очень пригодится да я в москве родила родном цкб так саш многие кто знал два богатые мужья как вы познакомились с мужем я не знаю кого из дома 2 там богатые мужья и и креночек не знаю вот я не знаю кого там богатые мужья у меня в принципе обычный муж будет на обычная семья а вот и он работает и я работаю и это правильно имя 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 мы оставили вот на выходные решаем как все таки будем называть но я думаю за мои мучения мне было так скажем в последние моменты очень тяжело и должна иметь таки дать я а я кажется потом скажу я подойду я подойду хорошо да я подойду расскажу все саш как вы уехали с калининграда как я уехала с калининграда мы приняли мы приняли решение что я должна жить с будущим мужем мы должны понять как бы но сможем мы жить вместе или нет я к нему приехала мы пожили уехали тусоваться в таиланд поняли что но в принципе да у нас получается бытовуха так что можно делать дитя и выходить замуж когда выписка выписка у меня будет в понедельник это наверное еще девочки не переживайте сумки будут разыгрываться только среди беременных девочек как мы это сделаем мы еще пока думаем но мы будем действительно до разыгрывать их переменять среди беременяшек если даже там у кого-то что-то получится по-другому мы просто мы всегда можем договориться со мной всегда можно договориться кстати я уже на следующей неделе буду ваши подарки ноги денежные призы я конечно же буду переводить своевременно ну то есть после эфира например или на следующий день подарки я уже буду отсылать на следующей неделе то есть я не буду ждать там окончания своего розыгрыша я сразу вот человек выиграл ну и я пошла там через семь через два так кто будет помогать ребенком твоя мама или мама мужа нам будет помогать няня вот и будет помогать няня мамочки должны во первых моя мама живет в калининграде и сейчас я бы не хотела там чтобы она прилетала потому что связи с коронавирусом опять-таки с ним как бы ситуация может быть не очень хорошая вот и вообще я считаю что мамочек напрягать уже не стоит они уже в возрасте надо справляться самой когда первые подарки первые подарки уже завтра то есть сегодня вы активненько подписываетесь выполняете главные условия а уже завтра вечером я буду так мы разговариваем с мамой его это уже завтра вечером я разыграю денежные призы так а где сейчас чуев слушайте напишите ему пожалуйста сами уставили уточните на то просто я не знаю тоже в роддоме родила она да я знаю что викуля родила я их поздравила его следом видите я поехала как прошли роды блин честно честно быстро я прям загадала чтобы ну до 17 00 я точно родила я родила в 1650 но черт возьми это было так больно почему от морщин ничего не колите потому что я была беременна сейчас вот у меня только вот видите вот такой вот коллаген есть я им делаю массаж мажу обильно вот сейчас мной будет заниматься мой косметолог алим и сделать из меня просто потрясающую краску встреча я три часа рожала я также я приехала в роддом где-то в 2 ну и вот в 1650 я родила а наверное оставляют плохо матка сокращается обычно с крупными детками так бывает нет слава богу у меня я еще раз повторюсь по женскому все отлично все хорошо будет в плане там вы поняли как вы мадамы у меня другие проблемы у каждого есть морщина мне все-таки 30 лет и тем более сейчас я не высыпаюсь грубо говоря и сейчас и несколько недель до родов я не спала так что мы не с морщинами быть можно в екатеринбурге не было но очень хочу ой с 10 вечера до 12 дня мучилась ой крис привет выше меня вроде выигрывали до что-то я вас узнала по аватарке мне очень жаль очень долго выражали вторые деток быстрее рожаешь быстрее но больнее больнее происходит все ос как ай 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 как у тебя бать ой мантика играет ансаска играет да ксюша поздравила меня я просто не успела я еще ответить что привязались к морщинам главное сыночек они не главное сыночек за собой-то следить нужно но еще раз говорю девочки первых беременность нельзя делать некие инъекции во вторых морщины и ну что 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 я должна я вообще 30 часов мучилась то есть я еще все у меня хорошо да я так понимаю на кого малыш похож малыш копия папа поцелуйте за меня малыша привет калининград поздравляем с рождения сына спасибо еще хочу 3 ноября мне 30 лет хочу выиграть подарочек еще 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 но вы выигрывали у вас удача вам улыбнулась и я надеюсь что и в этот раз улыбнется губы делать будете не знаю если муж разрешит губы делаете то что он как-то реагирует не очень на мои сейчас планы муж счастлив но я думаю что как и любой мужчина он сейчас не понимает что происходит но по видео по фото да конечно все счастливы но когда он возьмет этот кулечек на руки и этот кулечек на него посмотрит то я думаю там уже будет налажена другая связь не только понимание что он стал папой мама не может уже кормить маму уже сиськи отваливаются сохрани эфир обязательно сохраню потому что я здесь рассказывала про условия моего розыгрыша конечно сохраню салют поздравляю с рождением ляли спасибо как назвали решаем этот вопрос я думаю в понедельник уже в понедельник уже будет решено слушайте изжога никак не относится к волосатости ребенка это просто такое знаете ну как бы успокаивающий вы успокаиваю успокаивающий господи факт как придуманы беременяшками вот изжога потому что все там смещено все прижато зажато вот именно из-за этого да я рожала без мужа и я бы ну я бы не перетумала то есть когда я что-то решаю я решаю и это неизменно вы же такая молодец так рада за тебя спасибо как долго будете скрывать личико малыша не знаю я кто икнул у нас не знаю сколько будем не буду показывать но как мужа разрешит тигру не это так и покажу саш почему эпидуралки отказалась но потому что она мне не нужно было это лично мое мнение во первых всякие бывают последствия не знаешь как будет реагировать организм на эту эпидуралку а во вторых как бы мне она не нужна была я хотела чувствовать полностью все вот вот все эти моменты появление на свет своего малыша кто по национальности я чисто огромная русская фамилия гозиас то просто досталась от папы партнерские роды не до не доходит как можно около мужика рожать серьезно я тоже не понимаю как можно около мужика рожать там у тебя все это ты кто-ли среж ты рожаешь извините меня за мои высказывания то вот это вот лицо сумасшедшие просто ты там еще можешь подругнуться на кого-то еще тебя резанули потому что не проходит голова а потом тебя еще зашивает ну и прикиньте мужик это все вид до нафиг это надо он видит любимую красивую киску в очень трудном положении у мужа да первый ребенок первый еще и такой холосый еще и мать как мне нравится как он хватает эту соску также он сиську хватает это класс я рожала с эпидуралка я вас поздравляю еще раз говорю девчонки это выбор каждого то есть ну как я не знаю как отреагировала бы там как отреагировал мой организм было бы мне там легче или не легче тем более эпидуралка она все равно под расслабляет потуги ты все равно чувствуешь и тебе надо чувствовать это и тужиться от этого ты не уходишь как бы и получается так что организм то мышцы у тебя расслабленные и ну и немножко не состыковочка происходит калининград привет калининград так саш когда вас выпишут но предварительно завтра должны были выписывать но из-за моего не некоторых моих моментов это не касается малыша это касается моего здоровья меня оставили с каким весом у вас родился сыночек скоро вы узнаете об этом я двоих родила и без всяких эпидуралок да нелегко но это естественный процесс я вас просто уважаю дай бог чтобы муж вам всю жизнь грубо говоря морально стоял перед вами на коленях и просто целовала ваши руки родить двоих я просто двойняшка и я знаю что это такое мне мама рассказывала у меня пидуралки 55 год проблемы с позвоночником но вот видите кто муж по национальности русский брянск брянск привет я родилась полтора часа так ты вообще молодец просто у каждого разный болевой порог согласно с вами полностью мой порог болел тоже но вот я выдержала хотя я уже все я помню только я говорила я завтра рожу я сейчас ухожу а завтра рожу мне говорят а екатерина викторовна горит а да идти сейчас иди у меня 5 деток и все без всяких пидуралок поздравляю вас вот молодец поздравляем а я сяду кабриолет и уеду куда-нибудь с не спросят гулять хочу саш на тебя так приятно смотреть и всегда была на твоей нас твою сторону когда бы спасибо большое давай восстановление умничка спасибо рожала в цкб у екатерина викторовна и я прям рекомендуем поздравляю тебя с рождением сына спасибо большое ладно я пошла у меня очень важная сейчас будет процедура мне надо накормить малыша сиськи болят так что это будет сделано сцеживание молока и после уже через бутылочку я его покормлю я вас всех люблю целую еще раз вам напоминаю что розыгрыш стартану он будет идти семь дней главное условие и единственное это просто подписаться на моих друзей их восемьдесят шесть человек я на них тоже подписана вы просите заходите ко мне и за 30 секунд это занимает 30 секунд вот подписывайтесь и все и вы уже полноценный участник призы очень крутые можете увидеть у меня их или прочитать в моем посте также я призы все показала в stories вау вау я пошла всем пока